Как? Наверное, это просто как. Как тот и другой, как Критий, так и Алкевиат, прежде чем они стали вместе с Сократом. Это не Прин, это Гэлс, пока, скорее, на тех пор пока. А, пока они были, да, пока они были вместе с Сократом, ну как бы сюнхистами здесь. Значит, могли... Извините, это Сюна-Имия. Ну общались, можно сказать, взаимодействовали и просто учились у Сократа. Это Дуалис от Сюна-Ими. А, да, все же это Дуалисы, поэтому я иногда его путаю. Значит, они были в состоянии, могли использовать, ну как бы... Я не знаю, какой здесь Дуалис. Вот Хроме, но это тоже Дуалис, да? Да, они вдвоем. И вот этот, в 19-ом, тоже Дуалис. Они были вдвоем оба способны. А дальше, после Хроме, у нас Датилус-Инструменте. Ну как бы опираться, пользоваться, так сказать... Ну да, на этого союзника здесь как бы. Ну да. Или как на союзника. Для того, возможно, здесь Кротейн, чтобы оказаться... Ну, управлять, я не знаю, обуздывать. Мы его переводили много раз, это слово. Кротео. Чтобы вот какие-то некрасивые вожделения обуздывать. Да, мэ, потому что, собственно, в атрибутивной позиции. Экэйну сумаху инструменте после храумы аккэфун сэлшил эпидхимион нисио. Это... Как это? Компаратионис, да? Вот это управлять чем-то. Быть сильнее своих, так сказать, вожделений. Да, сильнее. И обратите внимание, что здесь он называет Сократа союзником. Ссоратником. То есть, получается, он сравнивает борьбу со страстями с войной. Да, вот почему-то мне хотелось именно перевести. Использовали его в качестве как бы соратника для борьбы с сыром. Ну, так, в принципе, можно, да. Ну, ладно. Дальше какое-то огромное... Ладно, я вам тогда длинное потом в следующий раз дам. Если я забуду, напомните мне сейчас... Хорошо. Сейчас тогда... Евгений. Экейну. Экейну да палагенте... Да. Экейну. 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 Экaris. Экейн. 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 бежав писалию там стал как бы общаться с людьми пользующимися прибегающими скорее к беззаконии чем справедливости до законов нужно перевести а кивиаджи значит свою очередь свою очередь из-за красоты до преследуемый большим количеством видимо значимых семнон ну благочестивых наверное все таки окруженные почитанием мне кажется благочестивые женщины как раз таки алкивиада не преследовали его какие-то важные ну так и же интереснее происходит да когда не просто как и тогда тогда он он не супер не привлекательно супер привлекательно если даже монашки на него бросаются вам не кажется ну ладно да если он сократа очаровал то я не знаю наших я не знаю честно как сенос перевести какие-то такие уважаемые достаточные так а может они они прямо были в него влюблены это как у моцарта в дон жуане они просто его преследовали типа чтобы получить от него какое-то возмещение справедливость нет нет я думаю влюблены а тут смотрите а до этого он использовал метафору войны а теперь метафору охоты используют они буквально охотились за ним выслеживали его ну то есть их купидон я думаю что это какие-то все-таки скромные женщины такие порядочные возможно замужние их купидон них стрелял и все они начинали преследовать кивиада за красоту видите за что женщины любят оказывается без вопрос никаких больше тут не за ум так к сожалению так ну что ну вот было диамон калос и здесь диадюна миндет да то есть по причине красоты преследуемый вот женщинами а по причине силы какой силы в городе с видимо влияние влияние вошли на динамин влияние где в городе и и тут как бы надо еще и на одном ставить он просто его пропустил вот это н да среди в городе и среди и среди союзников до союзников был ну в общем и мультили по этой причине многие сильные люди не немножко не то что это не так а я предприятий вот это вот и будет это вот это как бы композит такой да а вот вот этого перевести сначала расслабленный развращенный да расследный даже чем тем что он только не прям почему калаке калаке уэн почему это инфинитив один от он один от он зависит а я понял развращенный расслабленный многими способными стить человек ведь получается не все люди способности а какие-то особенно наделены этим качеством видим какие-то такие политически прошаренные люди да который которым привычно трудом манипулировать другими людьми мне кажется то есть он попал такую тусовку супер политизированную и супер циничную мне кажется и он был как бы диатрубтоминус да диатрубта это вот распал короче он морально в общем раз растил его не сократ а листицы город вот именно да лайки значит уважаемый почитаемый народом и и не легко первенствующий так что он а подобно тому как это не ходе туда все поняли это не хвост это восторг подобно тому как как атлеты какие а легко первенствующие среди или на этих самых соревнованиях борцовых не понимаю если честно почему почему генитив или видимо атлеты как бы какой какой специальности такого спорта ну борьбы да ну видимо да какая-то вид борьбы гимникон вот это янзина надо спрашивать я наверно знаю такие вещи диссертации об этом гимникон агон да ну какие то вот вот подобно тому как такие вот атлеты ну как бы видимо одаренные да значит запускают как это пренебрегают тренировкой да вот если они то есть те кто легко достиг высоких результатов они как раз так как ни странно быстро забивают на свое дело на ремесло свое спортивное угу да так и этот запустил себя да самого себя да тут у нас красис и это самое каранис да так ну что давайте тогда марк сейчас следующее попробуем может быть этот вопрос длинный приведете великий то ютон дээ sihомбаттон сюомбантон автоин каэ он комэн мэн эпигенеи и пермэн эпермэн депи Плуто эфиусе пефюсе мэн депи дюнами дедед хрьумэн дэ юpopолон антропон депи паситуты депт хрмэн деппулиум хронон аппо депосократус гигонот Ти тромастон эй юперефану эгенэстрен. Так, тут это не дуалисы. Сумбанто. Случатся, да? Значит, при всем вот этом, что случилось с ними... Не просто при всем, а вот такое вот по качеству, вот такие падения. При таком случившемся с ними... Дуалис опять. Онко, страшное слово онкология отсюда происходит. Опухоль, на слово опухоль. Но это раздуваться как бы, разбух... В смысле, ментально они разбухли, то есть возгордились, видимо. Ой... Вот... Прива, это самое... Да, стали... Возгордились... Эпигены это, ну, по роду, что ли? Сейчас подумаю, может происхождение имеет в виду? Эм... забыли это когда за что-то вот уважать за что-то как я думаю здесь такая штука наверно то есть возгордившись из-за происхождения может они же оба знатные все-таки очень и перми но тут кай смотрите и после того как все это происходило а вот так вот эти так сказать цветы зла они взошли на на почве аристократизма лучше он говорит вот такие гадости зашли у них случились с ними и при этом они уже к тому моменту да в перфекте это перфект они были к тому моменту слишком сама самодовольными и гордящимся своим происхождением высоким так и и пермена это это тоже перфект кажется это айру айру помните не а не хайреу айру и пайру смысл тот же самый что онк онкер онко то есть вознись превознесенная чем за за богатство из-за богатства то есть у них все сошлось распутство высокое самомнение из-за происхождения высокое самомнение из-за богатства все сошлось у них да сакрап тут ни при чем он на это к этому ведет так и фюсэмэно то же самое это фюмай не не фюсау это раздуваться тоже по моему значит ну как бы раздутое из-за силы из-за каких-то возможностей своих вы чувствуете как он с помощью асюнта повышает градус то есть он как бы по лестнице идет до такой своеобразной ну тут конечно кай один был давайте мы зачеркнем я удаляю значит к кай это относится к кроме то это как бы в дополнение к тому что с ними произошло да но я шучу я имею что вот тут запятые стоят а кай никаких нету то есть он нагнетает нагнетает во-первых там раздутые от этого возвеличившие чины и ставшие нарциссами из-за своего богатства лопающиеся из-за своего могущества дописал именно еще что-то будет дать я тоже что-то похожее очень театрюп то он меня только чтобы возвращать развращенные развращенная множеством людей до многими людьми дьявт харм дьявт харм дьявт харм это в тейру 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 похоже пассивный перфект сейчас я подумаю наверное да или просто перфекти медиальном медиа пассивным да то есть перфект я в тейру то есть тоже вот это слово по моему диавтеру было в приговоре сократу то есть он смотрите он все обвинения сократу перекидывает обратно критию и алквиаду но не обратно они нет не они же его расстреляли все все таки да он очищает сократа от этих слов прикидывая от другим негодяям да и тут получается эпидепаситу то есть всем вот этим всеми вот этими вещами развращенная и уже уже много уже долгое время бывшие ну уж уйдя от сократа ну а куда то есть удалением оставив оставив сократа отдельные это вопрос риторически разве это он нагнетал металл металл а теперь выстрел из пушки такой до тита у вас тонны разве удивительно что если это типа типа высокомерная высоко высоко себе думающие как бы . много себя задирающий нос а это прилагательное штуки высоконадменные стали что же удивительного риторическим да так ну ладно так я дмитрий про себя вещал по подлиннее ну давайте может тут ну давайте до сюда да хорошо и темен и именте и племи это за тонн тут он сократенко катеж раз а и тебя и тебя и твой а хоть и нато утром что ни как а и экономит тату и агротиз татом агротиз татур и косые ней сократа спарайхе агр words в парэсхэ софроны у дэнос и пайну до кей то катего категору аксиос эйнэй так снова просто умен ритерический у мен тагэ алла хуто кринетай тис мэттар аулетес тизде кит хэрэс кит хэрэстэс тизде аллос дидаскалус и канус поэсас тус макетас и анпрос аллос хунтус хейрус феносин айтиян эйтуту это то же самое что рэпэйта то есть потом и потом вот этот глагол евгений помните мы видели этот глагол кое-где недавно не помните у платона в критии по моему он был пламелео пламелео это буквально братья фальшивую ноту то есть сбиваться с пути так вот смотрите он сравнивает теперь он сравнивал с охотой с войной а теперь сравнивают с музыкой да так сказать или я давнего или ошибаюсь нет нет я увижу есть такое в этом ватик ну смысле ватикосе тюмейка false note in music есть такое значение вот и если они они а почему си это прямое дополнение вот от этого глагола пламелео в чем-то как-то в чем-то как они в чем-то промахнулись да ну да то этот прокурор обвинитель да про тот прокурор обвини обвиняет в этом сократа а тут то нет это двойное управление айти аума тити нос кого в кино кино с кого в чем в этом сократа смотрите или я сам их придумал вот тина те нос то есть в этом обвиняет сократа вопрос да сейчас я буду то есть а где запросить на слово а ну здесь вот так то есть и после этого если они во всем этом провинились прокурор обвиняет в этом сократа так куда нас такой донации ну наверно тут а в этом что-то сократа обвиняют а тут а может быть вопросительным словом надо же найти какой-то вы просили я нашел ну наверно сокра сократа вообще звучит логично почему почему он обвиняет сократа в этом но тут не слова почему не научу не поняли смысла общества нет понял мы поняли смысла я думаю что мне кажется это вопросу больше к глаголу да или нет и он обвиняет в этом сократа вот мне кажется вот так ну да нет вопросе виноваты эти негодяи а почему он в сократа в этом обвиняет так значит они были кстати извините мне кажется между и между эти тут и есть связь кстати сейчас понял если они в чем-то провинились то вот именно в этом что я сократ обвиняет да мне возможно и теперь в этом обвиняют сократа так дальше опять последовали с и и эти это это не а это ведь два юноши до двое юноши да они были сами юноши сами они были юношами сейчас просто слова смотрю там видимо в то время когда ну да то есть был было подобно правде нет и косы типа естественно нормально закономерно логично антон значит было было естественно в то время или может быть это вопрос было ли естественно в то время книг когда когда я хочу переводите придаточная вот мать и сократ и спорезки софрана вот это переводить надо смотреть порезки софрана это дуали софрана так значит они нет сократ их сделал благоразумно их нет несмотря на то что они оба были они были юношами и то есть были в том возрасте в том возрасте были когда когда обычно люди бывают ну как бы без без царя в голове вот это много гноман да наиболее в наибольшей степени и кроме того еще и слабовольными не смысле что слабовольные а смысле что не воздержанные на проявления всякие и страсти ну ну да я думаю что но не ипотент не патенты а наоборот слишком импульсивные вот но не способные владеть своими страстями да вот и возможно у дынос ай ну не не духе духе сдать ему сразу переводить руки так это гору категора значит кажется суду по судье на обвинителю смысле что ничего мужской рот то что он ничего никакой похвалы недостоин при том что он сделал их благоразумны в том возрасте когда юноша максимально неблагоразумны из-за гормонов там царя в голове нет а хоть и тогда почему может быть в начале мы его не перевели и я хотел к нему вернуться а он так он так и делает иногда вот мы видели в экономике по моему у него ксенофонта ну а то что ну а то что но касательно того что вот так вот это можно переводить а касательно того что он сделал их благоразумными в таком дурацком возрасте вот за это что по по мнению обвинителя он не достойно никакой похвалы мне кажется нормально переводится знаете бывает в готе более странный в конце предложения в готе а потом точка идет сразу после готе вот это более странно мне кажется мы где-то видели его значение потому что нет готе с точкой нет без точки просто ну хоть и там разные значения есть ну давайте посмотрим если вам так что интересно я согласен с михаилом мне кажется это тот 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 факт что ну да да то что да я тоже согласен теперь ну так может быть вот этот вот субъект дакей и аксиос эйне это вот сам факт это не сократ а охоти может такой быть аксиос или было бы аксион ну конечно было бы аксион конечно ну а почему мы не можем так предположить что это не ну как бы а касательно того факта что сократ ну а то что сократ то что сократ и сделал их такими хорошими разве это не кажется поскольку он сделал их хорошими давайте просто потому что как потому что перейдем ну а учитывая то что потому что поскольку он сделал их такими хорошими разве не кажется этому винить то, что он, тот, кто сделал это чудо, он Аксиос. Мне кажется, вы все усложняете. Там дальше будут сложности, вот сейчас вы увидите. Это предложение относительно такое. Нет, но я подумал, что Готи это не просто что, но еще и потому что. Да. Поэтому я и спросил. Да нет, все правильно так. Да, и дальше вот это Умен Дагеал, Гутокринатай. То есть, он судит, что ли, да? Он судит... Секунду, пассив Кринатай. Это не судит, судится. Судит. А может, он просто решает? Ну, хорошо, какая разница, все равно пассив. Только кто субъект этого Кринатай? Тагеала. Да. То есть, в других вопросах, да? Да, в отношении других вопросов, или другие вопросы, так не судится. Стало быть. Не знаю. Какой смысл? Ну, представьте себе, что какие-то антифашисты, написав на бумажке имена всех учителей Гитлера, если бы, если они к тому моменту еще были жили, нашли бы их и расстреляли. Так же никто не делает, да? Вот, что он говорит. В других ситуациях, они же не виноваты, что и Гитлер получился в итоге. Ну, может, виноваты, но они не в такой степени, по крайней мере, да? То есть, в других ситуациях же так несправедливо. У МЭН, МЭН это усиление, конечно же, другие ситуации не подвергаются такому суду. Ну, я просто не могу пример привести. Ну, я понял, я понял, да. Действительно, там, по-моему, это прояснение. Ведь кто, ведь тогда кто флейтист, пока не понимаю, кто кефарет или какой, не знаю, или какой-то другой учитель, достаточно поэсос, тусмэханус, тусмэматхитас и геканус, сделав, как бы, учеников достаточными. Компетентными, да, таким сильными. Да, достаточно компетентными. И анпрос аус ретхонтас хейрус файносин. Сейчас, я хочу тогда основное предложение. Айтиен эхей туто. То есть, имеет, как бы, вину, наверное, да, или, ну, причину здесь, наверное, вину скорее, да. Имеет в этом вину, если... Ну, если угодно, ответственность за это имеется. Ответственность, да. Сейчас. Парусалус алхонтас. Апипротезис? Протезис. Какого периода, кстати, протезис? Ну, фоносин, это явно конъюнктив, то, соответственно, это похоже на футуральный. Нет, эхи-то, эхи-то в настоящее время, то есть, это итератилус. А, да, да. То есть, каждый раз, когда он... Когда они какие-то негодяи, ученики. Ну, какого-то абстрактного учителя, это же повторяющая ситуация, она много раз у всех бывала, преподаватели, да? Когда какие-то ученики... Хуже, я не пойму, это хонтас, аус. Выведя из лута, ну, как бы... Из худших, что ли, я не пойму. Сейчас. Придя к другим, смотри, вот из замкнутой школы какой-то, где они были хорошими мальчиками, да? Хорошими учениками, они, придя в какой-то внешний мир, просто аус, наверное, выйдя в мир... Худшими. Нет, это уж дальше. Они оказываются худшими. Смотрите, тут просто хочется согласовать, да, аус-хей-рус, да, вам, наверное? Да. А вот не надо, мне кажется, потому что хей-рус – это номинатив, а аус – это акузатив. Вот разные, ты же. Там с этими сравнительными степенями, там есть такой прикол, что у них некоторые эти самые... Номинативы из-за слияния выглядят как акузативы. Но вот это номинатив, а вот это акузатив. То есть, да, они кажутся худшими, выйдя к чему-то другому. Или перейдя к другим преподавателям, или выйдя к другим людям, не знаю. Да, ну стало понятно всё. То есть, наверное, какой, да, какой флейтист, или какой кефарет, или какой другой учитель, ну, как бы, обучив своих учеников, да, геконос поэсос. Вот, и виной тому, если его ученики, выйдя к чему-то другому, стали худшими, ну, оказались худшими. Ну, про салус всё-таки к людям каким-то, да? Странно, что... Мне кажется... Да, говорите. Что к другим просто перейдя, к другим учителям. Ну, я тоже так примерно подумал, да. Ну, то есть, человек всю жизнь испытывает влияние, да, нельзя же всю жизнь рядом с Акрапом перейдить. Ну, учителям в широком смысле слова, может быть, да? Хотя здесь, в этом примере, может быть, и в узком смысле слова, да. Здесь в узком, потому что это аллегория. Да, согласен. Ну, кстати, эта аллегория, она, смотрите, какая интересная аллегория. Он сравнит философию, ну, давайте называть то, чем занимался Сократ, с философией, да, диалектикой, с каким-то узким ремеслом, как игра на флейте. Мне кажется, что он не совсем сравнивает. То есть, вот как тогда было с этими самыми, когда он Сократову мысль про политику излагал, мол, не выбирается ни флейтист, ни садовник, ни кибернет-бабарник. Так, с чего бы нам этого самого политика выбирать так? Так он здесь вот похожую схему использует. Если мы у учителя в какой-то простой штуке, неосуждаемым сложить такая ситуация, то как мы можем осуждать Сократа, который занимался такой тонкой вещью, как душа? Ну, я не совсем вас понял. Я хотел вопрос, меня немножко перебили. Я хотел, что сказать-то, что... Вот что значит худшей становится? То есть, они начинают хуже играть, что ли, на своем инструменте, да? Или нравственно хуже становится? Ну, здесь, наверное, и играть. Ну, ладно, может быть, мы слишком копаемся. Это просто риторическая такая штука. Здесь ничего особенного не надо. А если он их конус сделал, то почему они должны пойти к каким-то другим учителям? Интересный вопрос, да. Может, имеется в виду не к учителям, а к другим людям, если они как бы выходят из школы и оказываются плохими мастерами, то несет ли учитель ответственность за это? Ну, вот тогда-то как раз-таки несет. Тогда это ставит под вопрос, сделал ли он их геконус. Да, если они в классе, им казались нормальными, а выйдя на площадь, выяснилось, что они играть не умеют, то мы вправе обсудить такого учительства. Да, но здесь так написано, как бы. Ну, тут ничего не написано. Нет, тут не написано, тут пропуск. Тут просто аус. Тут непонятно написано немножко. Тут буквально ничего не написано. К другим. Ну, смотрите, геконус это не обязательно академик сразу, да. Ну, как бы, хорошо закончил пятый класс. Получился решать линейное уравнение. А потом пришел к учителю. Ну, мне кажется, здесь он имеет в виду, что учителя ограничена ответственность, как бы, за то, что, как бы, они, не все зависит от учителя, они сами, как бы, если они оказались хуже, то учителя не полностью, как бы, за это отвечает. Ну, так, по логике текста. Ну, короче, и вы тоже, да, согласны, что Hairless это уровень компетенции, а не стали хуже, как люди, да? Ну, да, потому что это сравнение с вот этими специальностями. Ну, ладно, ладно. Давайте дальше посмотрим, там и дальше он продолжает. Давайте. Тис де потер, может быть, это что-то прояснит нам. Так, сейчас кто? Марк, по-моему, да? Или Евгений сейчас? Я с Евгением. Ну, сейчас я. Так. Ну, ладно, давайте до точки. Потом я тоже марку большой, да? Так сделаем. Тис де потер и ангвопайса у ту сьюн диатрибон, то сафране гюстерон де алу, то сьюн геномену спонароз генетой, то он просхен айтиатой, а у госуан парату гюстеру хейрон пайнатой, то суту малан и пайней, то протерон. Тис де потер и ангвопайсер хейрон пайнатой, то есть юэси, то он пайден племе лунтон, ук айтиан эхусин и ангвопайсер хейрон пайнатой. Знаете, я сейчас уже подумал, что вот эти его сравнения там с войной, с чем еще, с музыкой, с охотой, мне кажется, говорит не столько о персонажах ксенофонта, сколько о предполагаемой аудитории этой книги, мне кажется, да? Он же мог бы сравнить Сократа с импедоклом каким-нибудь, ну с кем-нибудь, с кем-нибудь, с кем-нибудь философом, да? Не всех же философов была чистая репутация, могут сказать, ну там вот, или не всех философов были хорошие ученики, например, да? Он мог бы привести пример из истории философии, например, но это не дело, это не вещество и откуда-нибудь. Так меня слышно вообще? Да. Ну ладно, неважно, это так на полях я просто подумал, ладно, ну что у вас получается здесь? Какой, какой отец, если его сын, проводя время с мудрым, затем с каким-то другим связавшись, стал бы гадким? Ну дурным, да, понарос. Какой бы отец в такой ситуации был бы обвинен, как бы, первым? Раньше? Нет, подождите, Тон Простен, это по-моему, Тон Простен дидаскалон, да? Это прямое дополнение от глагола «этьяомэ». Обвинил первого, наверное, предыдущего. А, «этьяомэ», да, он медиальный? Да, только просто надо еще точнее перевести, как вы сказали, предыдущего или следующего? Ну да, того, который первый. Прежнего, да? Первого, то есть. Да. А не так, что, значит... А не так, что... Смотри, госу и то суту связаны, да, между собой? Чем тема, чем больше, тем больше. Я понял, да. Чем хуже... Ну, при последующем, ну, как бы, явился, оказался, тем больше хвалил бы первого. То есть, тут, видимо, в предыдущей части были про-салусы, это учителя новые все-таки. Я так и думаю. Там же был такой кюкулус пайдеес, да, как бы, ну, это круг наук. Ты переходишь от одного учителя к другому, сначала там изучаешь музыку, грамматику. Как впоследствии это превратилось в этот... Все три плюс четыре, да, наук? Тривиум и квадривиум. То есть, это точно... То есть, Сократ не обучал вообще всему, да, понятно, что... Алкевиат потом ходил еще к кому-нибудь, к учителю риторики, музыки, там, гимнастики. Только смотрите, нам надо, мне кажется, точнее понять слова Протерон и Простхен. Какой из них предыдущий, оказывается, который последующий? Нет, мне кажется, что Протерон и Простхен, если честно, я не очень понимаю, в чем здесь разница, потому что они синонимично здесь использованы. Им противопоставлен Хюстерон в одном и в другом случае. Только в одном случае Хюстерон – это наречное, затем, а во втором случае Хюстерон – это следующий учитель. Сейчас я подумаю. Все согласны, да? Да. То есть, это синонимы, да? А я-то подумал, что это разные учителя, один раньше, потом следующий. Нет, там вообще не про учителей, там же про отца идет речь. Ну, да, отец, но отец винит. Отец – это не тот, при котором, то есть, отцов тут не меняют. Он говорит, какой бы отец обвинил предыдущего учителя, если его сын с ним, с тем, который мудрый, проводя время, затем, значит, с каким-то другим связавшись, стал бы негодяем. Так, а если буквально, смотрите, какой же отец будет винить предыдущего, ну, пускай будет все-таки учитель, это он просто андидаска, вон. А не, вместо того, чтобы, да, вместо того, чтобы, тем, я с конца начну, то Су-то Майлон, тем сильнее хвалил бы предыдущего, чем... Все-таки тут Юстеру, это следующий учитель. Чем при втором учителе, давайте первым и вторым называть для простоты, чем при втором учителе он стал хуже. То есть, как бы, вспоминая, как ностальгируя о предыдущем учителе и понимая, насколько он испортился при втором учителе, он стал бы первого больше хвалить. Кто же Простхен? Да, ну, тут все-таки есть противопоставление, но не между Простхен и Проттером, а между Токхюстеру и Проттером. Вот так вот. Вы так и сказали, в принципе, да? Да. Значит, но ведь отцы сами, как бы, сопутствуют, ну, присутствуют рядом с сыновьями. Обратите внимание сыновья по третьему склонению, а не по второму здесь. Ну, так бывает. То есть, есть, да? Когда их дети, значит, ошибаются, не виноваты, если они сами благочестивы. Ну, я имею в виду отцы сами, да? Да. То есть, он говорит, что отцы не стали бы так делать, обвинять учителей, потому что они сами, оказавшись в такой ситуации, когда их дети сплошали, на себя вину как бы не берут. Хотя при том, что они, они и есть первые учителя, на самом деле, нулевые, да? С рождения. Сюнонтос, то есть, юэси, да? То есть, это нечестно получается. Учитель, ты главный учитель, а не гидаскалус школьный, да? Так, ну, вот и понятно. Так, давайте Марк, да, до точки тогда. Ну, да. Так было бы справедливо судить Исократа. Только вот тут быта вроде нету. Да, так было справедливо. Вы начните с Дикой НН, тогда немножко более ловко получится. Было справедливо. Было справедливо. Вот так же. Вот так. И Сократа. Так и Сократа судить. Так немножко более логично получается, да? Да. Ну, как бы имеется в виду, было бы справедливо, да? Ну, это же прошло. Ну, поэтому Н. Да, ну, как бы тут нет формально Н, но, но по смыслу, как бы, было бы. Реалис? Ну, его уж так не судили, поэтому, как бы, ну, не знаю. Ну, ладно, давайте обсудим тогда. Значит, понятно, что это выражение Дикойенности, да? Просто в имперфекте. Справедливо, чтобы, а дальше, дальше у нас, Сократ, это не субъект, акузатива, конфинитива, это объект Крину, да? И, смотрите, поскольку Н, это прошедшее время, то мы можем предположить, что Крины тоже в прошедшем времени. Справедливо было, чтобы и Сократа так судили. Вы хотите сказать, что это Лучиан добавит, да? Ну, по смыслу, как бы, очень близко к Реалису. Вы не написали статью про Кенденео? Просто, если хотите писать статьи, то напишите еще одну. Добавьте. Кстати, можно, это не критическое издание, в критическом издании, может, кто-то и добавил, Лан, посмотрите. Это интересно даже. А в этом, Ватике Ситометова? Вроде нету, да? Ну, ладно. Так. Ну, смысл понятен, что ли? Да. Да. Если, если он делал какую-то оплошность, что ли, фаву, что-то нехорошее. Чушь какую-то. Это чушь, на самом деле. Фавуус, это чушь. Что-то, ну, дурное, может быть, плохое. Что-то дурное, ладно. Дурное. А вот, пожалуйста, вот вам, пожалуйста, вот и реализ, да, смотрите. Это у нас, так сказать, имперфект и ан. В настоящем времени реализ. С достаточным основанием? С достаточным основанием казался бы он дурным. Дакил какой-то более подходящий, может, значение на счет казался? Мне кажется, что это и кодус лучше, не как достаточным основанием, а просто, естественно, было бы. Давайте все-таки марк сейчас, ладно, я просто хочу все по очереди немножко. Извините, пожалуйста, давайте. Как мы лучше тут... Посмотрите, похожая конструкция. Смотрите, сюда, видите, на экране, До кейса, а год-кос-рейный, только тут до кейса второе лицо. Ну, какая разница? Кажется, что... И настоящий человек кажется, что ты хороший. А тут получается, что... Казалось, что он дурной. Вполне основательно, не безосновательно, да? Да. Так, Евгений, как вы хотели дополнить перевод? Ну, да, никак. Никак, да? Просто так сказать. Надо же. Так, если бы... Если бы... Если бы... Да, если бы A-Man, и там потом A-D. Значит, с одной стороны, если он делал что-то дурное, казалось бы... что он дурной. Только смотрите, это имперфект, и поэтому это реальность в настоящее время, как ни странно. Это же не Аориста. Поэтому надо еще ухитриться, это в настоящее время как-то положить все. вот делая он... Делая он что-то... Вот делая он что-то дурное, то давайте считать, то пусть он считается в полном состоянии... Считался бы он... Пусть он считался бы он дурным. Да. Если же он благоразумно... Дет-э-лей... Помните в 20-м уроке Янзен? Такой глагол. Нам не намекают, что это какой... Сафронон... Сафронон, это же глагольная... Это не имя, это глагольная форма, да? Причастие? Да. Значит, да, я смотрю... Дет-э-э... Дет-э-л... Вот давайте проверим, эксперимент проведем, да? Где у нас Янзен? 20-й урок сейчас открою. Там же есть этот глагол. В ее огромной таблице. Дет-э-ле-о. В ее огромной таблице. Дет-э-ле-о. 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 И там же где-то Дет-э-ле-о. Да. Да-да-да. Дет-э-ле-о. Благоразумно проводил. Ну, жил благоразумно, как бы. Если бы он сам. Если бы он сам. Ну, да. Был бы благоразумным. Как имел бы... Э-э-э-э... Э-э-ээ... Э-э... Э-э-э... Э-э... Давайте э-э-э-э-э-э-э-э-эй-эй-эй-эй-эй. Остальное не переводите. Да. Имел бы... Э-э... Как имел бы... Э-э-э... Ну, вину что ли? Наверное. Да. За что? Ответственность за что? За что? Это генетив. Тес укинусас ауто кокеас. За какое-то зло. Тес кокеас. Это не зло, это порочность. Понимаете, разница? Порочность. Порочность. Укинусас это не намеренно, что ли? Нет. Эн и глагол быть. Как бы внедренную в него. А, не в нём. Не имеющуюся. Не имеющуюся в него. Ну, давайте посмотрим. Эн ими, да? Эн ими это глагол быть. Префикс. Наличествующую. Заключающуюся в нём. Порочность. Незаключающуюся порочность. И смотрите, как тут интересно. Тут смешанный период. Вот это. А, это аптатив. То есть... Их тут ещё пост есть. Это, кстати, такое может быть. Это у чёрного описано. Смотрите. Это такой вопрос с аптативом. Как он может... Как он может... Условный период, переходящий в риторический вопрос. Как он может иметь... Ну, мы должны ответить, не может никак, конечно. Ну, а как он может иметь, причём по справедливости, вину за порочность, которую в нём нет. Если... А здесь, смотрите... Это замах... Смотрите, протосис. Замах либо на реализ, либо на... И реализ, как ни странно, да? Получается. Да. AV-индикатив. Нет, похоже, что реализ, да? А если... Посылка, да? А если... Ну, мы это знаем. Ксенофон это знает его ученик. При условии, что мы знаем прекрасно, что он сам вполне себе, Диателий Сафронон, вёл жизнь добродетельно, благоразумно. То, как это по справедливости, мы можем сказать, что он виноват за зло, которого в нём нет. Точнее, злостности. То есть, замах, видимо, на реализ, а отдача на потенциализ. В риторическом вопросе. В риторическом вопросе может быть «Ан» с саптативом. Вот так вот. И даже, знаете, иногда бывает, по-моему, в риторическом вопросе «Ан без Ан». В смысле, аптатив... Что я сказал? Аптатив без Ан бывает. И тогда это какой-то другой оттенок имеет, сейчас вспомню. Когда вы ожидаете, что так оно и будет. Но это не в этом предложении, потом поговорим об этом. Это надо чёрного читать, там миллионы разных вариантов, может быть. И ещё, да, однако... Да. Теперь, да. Однако, если и он сам ничего дурного не делая другим, другим, кто совершает какие-то плохие вещи, ну, как бы... «Гурон» и «Пеней». Вот надо было с «Гурона» начать, да, с причастия, наверное. «Видя». «Видя», да, какая конструкция после «Гурона»? «В «Аккузативском партикипио». «В «Аккузативском партикипио», да, у нас. «Видя», что... «Видя», что... «Видя», что... «Видя», что... «Видя», как другие совершают какие-то... «Какие-то плохие вещи». «Эпеней». 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 «Хвалил». то тему да да то то справедливо и 5 мау это и пи опрокидывает сам глагол тимау его смысл тимау это уважать да ведь и маком порицать наоборот это медиа был бы был бы порицаем справедливым справедливым образом так что получается то есть так вот это смотри имперфект сан да как называется запомнили она имперфект о извините в не перфект ведь этот йоту это аптатив это аптатив тогда потенциально я ошибся да так если там там начало чуть-чуть выше если если же он сам является благоразумным живет благоразумно и как как он имел бы вину за порочность если при том что в нем нет ее но если и делая зло никому никому не делая зла видя и видя других совершающих что-то низменное хвалил бы их справедливо справедливо был бы париться париться не нормально по моему то есть я верно понимаю в обоих предложениях на смешанные периоды и если в первом вопросе он занимает однозначную позицию задает риторический вопрос то втором предложении он как бы ну подыгрывая ну в позицию адвоката дьявола то есть вставая на точку зрения обвинителя сократа ну пытается так сказать сейчас видимо будет доводить до абсурда их точку зрения он и да он точно был хорошим человеком и он ни в чем не виноват ну ладно положим он сам ничего не делал но пускай он хвалил может быть да вот если бы он хвалил тех кто дурные вещи совершает то он бы он бы да я согласен тогда его можно было бы его обвинить сократа но он даже не хвалил видимо на следующей странице он скажет он даже не только и сам не делал но и когда другие ну и ученики его делали гадости он их не хвалил вовсе да наверно есть у кого-то дополнение какие то текст немножко такой вязкий пошел нету то есть мысль в том что на самом деле он не хвалил но если бы хвалил то можно было его конечно обвинить за это за это его хотя бы обвинить хороший человек но зато смотрит сквозь пальцы на чужие прегрешения но нет он даже этого не делал этого здесь этого не сказано но мы должны это понять из этих предложений вывести на него как ритя относился к сократу да типа обращался сократом так сейчас кто михаил сейчас я должен читать но я извините я забыл предупредить что я хотел сегодня пораньше уйти и сейчас пришло время поэтому я прощаюсь а до свидания да пока покажи да всего доброго тогда сейчас евгений ну мы они еще немножко совсем почитаем да там у нас осталось то так ну давайте вот это предложение если он декая миссии тонн сократан го критияс госты кайготе тонн триаконта он наматетас мета хариклеус эгената а пэмне муне монеусэн аутокаян то есть номыз эграпсе логон технан медидаскин перри адзон и кейну кайук эхон гоп при епе лабы то алат окоин это из философы с ипотон полон и пяти моменон эпи ферон аут окая диаба лон просту спалус так так сгон это видим а по каким причинам может быть вот из-за чего да конечно Вот из-за чего Критий и ненавидел Сократа, настолько, что, значит, когда стал законодателем среди 30-ти вместе с Хариклом, видимо, вспоминает... Припомнил, припомнил. Припомнил ему и в законах написал не учить искусству речи. Так, опериацию... Это что? Это эпи... Эп... Сейчас я подумаю, что за глагол такой... А... Э... Я не помню этот глагол... Есть опериацию... С этой... Этой, да? С этой после... А, точно. А, вот видите, я забыл про глагол. Угрожать, да? Ну да, оскорблять тоже есть. Ну, оно всё сдать вам. Значит... Ну, в общем... Стал... Нет... Э... Это у нас, видимо, причастие. Ну, грозя, да, ему? Или что там... Грозя... груза ему... И не имея... И пиламбанума... Это, знаете, ухватиться за что? Как за повод, чтобы обвинить, видимо. не имея повода не имея где бы прикопаться как бы хопа и пилобойта в каком месте прикопаться сейчас не будем искать я думаю что такое что значит ну да напасть даже так дальше сложное место да вот это знаете что я где-то в словаре это видел вот это вот это место эпиферу что ли тут видите койне это не то чтобы как бы что такое койне в данном случае сейчас где этот текст да вот отсюда начинается я выделю вот это смотрите такой на эту с философов гипотон полно петономена давайте давайте ой давайте с эпиферу начнем эпиферу может означать типа что-то возводить обвинение да по-моему в меня есть такой термин юридический вменяя порицая возводя вот возводя обвинение туда же по наше место указано возводя обвинение в качестве обвинения возводя что в меня вот и хорошее слово в меня и все-таки да в меня и что вот это в меня то что красное подчеркнуто то что куинет зазы а то что то что обычно философом как бы толпой большинством как раз таки вменяется парит порицается и 5 мау да и мало то есть а вот это место смотрите такой на эту с философов гипотон полно петона то в чем обыкновенно толпа упрекает философов довольно то что в болтовне какой-то пустой дали в чем они принят не знаю тогда в чем принять ну в этих самых не в непочитании богов уже тогда думаете начали в этом а еще еще до сократиков кого-то на кого то ли аноксимандра то ли аноксагора кого-то же казнили тоже по-моему это это же аноксагора по-моему просто наказали но не убили ладно у него же здесь у самого ксенофонта было что то что то что значит этим самыми тем метеорологов то в чем обвиняют что они занимаясь уроническими вещами кощунствуют над богами что сократ хотя у него там и был даймон значит этим этим не занимался ну ладно так и вот на вот эти расхожие обвинения значит на не на него ему мнение меняя и оклеветав его по отношению перед перед многими только это настоящее время клевеща обвиняет ли меня и клевеща я был помню так вот буквально так вот такое же выражение в анабасе помните вначале на первой странице клевеща на одного персонажа в ухо другому как бы просто с полу не помните начало на ну ладно не помните так не помните так поделин марк я боюсь что вы не успеете все пересет длинная придется до сюда но давайте маленькая удэгар эго гэ ут аутос тут оппаты сократов и куса уталу вас контос а кеко и най эст хомен так и ведь я-то я не слышал я-то не слышал и я-то сам не слышал сократа тут то это нет я-то там не слышал сократа в кидах за дираку вот так вот так вот так вот так вот так вот там двойное управление сейчас будет смотреть титинос должно быть смотрите то есть что то от кого то да что так кого то да то есть это от сократа никогда как никогда им и не эст хомен первое лицо эст хомен ксенофон да говорит про себя чувствовал ут ут эст хомен да никогда не чувствовал и как тут нет никогда или оппаты оппаты сюда тоже работы да и никогда не чувствовал так тоже а странам это тоже стеноз да работает а уфа скантус друг до другого говорящего что что слышал и это и маленькая инфинитивная конструкция тогда ну не правильно перевели правильно перевели то есть ведь я я-то сам никогда это от сократа не слышал и не эст хомен и не воспринимал от что кто-то другой говорит что он кто-то который говорит будто бы что он слышал перфекция то есть субъект фас контоса как коэн один и тот же какое-то третье лицо ну там платон условно говоря согласно да ну вот так же она вы 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 так и перевели просто хотел бы чтобы прозвучала конструкция вот слух да да и обратите кстати сказать что вот это аст хомен знаете что а из ханома иногда можно прервать не как слышал или видел или чувствовал как просто типа знаю мне кажется просто знаю вот видите узнавать то есть он как пюнханом и немножко работает так сказать еще как понимать узнавать и я не знаю чтобы кто-то говорил будто бы он слышал то есть получается он говорит что все что на все что вменяет сократу я лично от сократа никогда не слышал и я не знаю никого другого кто бы говорил что он что он слышал то есть я лично не знаю и со вторых рук тоже не знаю то есть сократ скорее всего в нашем окружении никто об этом не говорит будто бы то есть это чистая клевета на него сократа этого не делал вот дальше начинается новый кусок да давайте на этом закончим я что-то подустал тогда я с вас начнем марк да я вам двойную дам в следующий раз ну да все нормально ну смешка никого сказать что да тут мне это самое двойное управление да у аку получается одновременно акузативное и генитивное тута сократус так мы это говорит мы же это мы же это обсуждали вы что сделал бы я даже показывал на экране мы это обсуждали титинос да тема обсуждали я даже показывал данный край тут разные варианты может быть тут может быть и нос кинос даже на а может просто титинос тиви октянос или просто титинос здесь просто титинос ну все давайте на этом остановимся спасибо большое и завтра и Надеюсь, вы придёте. Пока.